В Североказахстанской области сегодня работают 709 избирательных участков и 15 территориальных комиссий. Ожидается, что на выборы президента придут свыше 370 тысяч человек. Причем каждый третий избиратель живет в Петропавловске. В одном из пунктов голосования сейчас находится наша съемочная группа. И на прямой связи со студией Нургуль Ахметова, доброе утро. Скажите, какова активность ваших избирателей? Доброе утро, Эльвира. Сейчас мы находимся на одном из центральных избирательных участков Петропавловска. Это областная библиотека имени Сабита Муканова. С утра здесь довольно многолюдно. Пункт голосования, как и все другие, открылся ровно в 7. За час до этого здесь шли подготовительные работы. Опечатали урны, пересчитали бюллетени, в специальный журнал унесли данные о наблюдателях и доверенных лицах. И после того, как прозвучал гимн, двери открыли. Самой первой здесь проголосовала 63-летняя пенсионерка Валентина Мальцева. За это ей вручили небольшой подарок. И всего за первые полчаса на этом участке проголосовали уже 45 человек. И сейчас рядом со мной находится председатель городской избирательной комиссии Николай Петров. Николай Николаевич, доброе утро. Скажите, а сколько всего избирательных участков в Петропавловске? Доброе утро. Всех с праздником. По городу Петропавловску 89 избирательных участков. Количество избирателей 139 826. Избирательные участки открыты вовремя. Наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Ну и всем нам удачи. Спасибо, Николай Николаевич. Желаю вам удачной работы. И я добавлю, что 3000 североказахстанцев сегодня проголосуют впервые. А для тех избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участки, предусмотрены специальные передвижные урны. И на этом у меня все. Эльвира. Спасибо, Нургуль. Напомню, на прямой связи со студией из Петропавловска была наш корреспондент Нургули Ахметова. Продолжение следует...